Дорогие друзья, есть такой порог на сегодняшнее время очень сильно распространяется, это гиббат говорит плохо за спиной своего брата. По этому поводу именно гиббату посланник Аллаха дал конкретное определение. Посланник Аллаха, находясь в кругу своих сподвижников, спрашивает у них «Атадру намаль гиббату? Знаете ли вы, что такое гиббат?» На что, желая получить исчерпывающий ответ, сподвижники пророка А.С. отвечают «Аллах и его посланник знают лучше». На что посланник Аллаха А.С. отвечает «Зик рука ахака бима якраху» — это упоминание брата за его спиной тем, что ему не понравилось бы. Тогда сподвижники спрашивают «О посланник Аллаха, а если то, что мы говорим, есть на самом деле в этом человеке, то есть это качество или этот поступок, он реально совершал его?» На что посланник Аллаха А.С. отвечает «Если то, что вы говорите, в нем есть, то это и есть гиббат, это и есть хула. А если то, что вы сказали, в нем не было, то вы сделали бухтан, то есть вы отклеветали его, то есть это была клевета». Как исправить это положение? На самом деле, каждый, если сделает анализ небольшой, каждый человек может себя поймать на том, что он совершает гиббат. Для этого один день надо обратить внимание на то, что выговаривает наш язык, о ком мы говорим и говорим ли мы хорошо или говорим ли мы плохо. Так можно выяснить каждому человеку за один день, сколько слов выговаривает человек, о ком хорошо говорит он, а о ком плохо. И второе, на что хотелось бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, то, что ислам, наша с вами религия, настолько чистая, настолько правильная религия, что защищает, сохраняет честь верующих людей, не дает разрешения никому говорить плохо об окружающих людях, тем более в их отсутствии. И, к сожалению, на сегодняшний день у молодежи бывает много таких топовых отмазок, которые они приводят, когда им делают замечания. К примеру, самое распространенное, что человек может ответить, когда ему делают замечания, брат, ты сделал гиббат, ты поступил неправильно, на это он может ответить, я могу ему это и в лицо сказать. То есть, такой ответ, это на самом деле он очень неправильный ответ. Если человек думает, что он настолько храбрый, настолько сильный, у него хватает силы и мощи сказать это все в лицо тому человеку, все равно это не дает право ему говорить о нем плохо. Если человек на самом деле настолько храбрый и смелый, это все нужно было говорить в лицо. Так как посланник Аллаха отметил, что то, что говорится, нужно говорить именно в лицо, иначе это будет гиббатом. Всевышний Аллах в Коране говорит, Смысл этого аята, Сушнала говорит, вы не делаете гиббат друг за друга, то есть вы не говорите за спиной верующих людей, разве кто-либо из вас захотел бы поесть мясо своего брата после того, как он умер, вы бы не пожелали бы этого сделать. Бойтесь Аллаха, и Всевышний Аллах является прощающим, принимающим покаяние кающихся людей. Если посмотреть в толкование Тафсируль-Джалалейн, там говорится следующее, Сделать гиббат, поговорить, сказать что-либо плохое за спиной своего брата, оно приравнивается к тому, что человек покушал плоть этого человека, своего брата. Это оба деяния приравниваются, если посмотреть в Тафсире. И если кому-либо из вас предоставить возможность именно второе, покушать плоть умершего человека, то вы, конечно же, отказались бы от этого. И автор этой книги говорит, так откажитесь же вы и от первого тоже. То есть откажитесь от того, чтобы делать гиббат, чтобы говорить плохо о окружающих людях. Вспоминается один случай, когда один юноша сделал гиббат из-за одного старца. В кругу друзей находясь, он спародировал его некоторые действия, и окружающие ему сказали, брат, ты только что совершил гиббат, ты только что получил грех, и тебе нужно покаяться и попросить прощения у этого старца. Этот юноша принял насиха своих братьев, он отправился к этому старику, и все как было детально, все ему объяснил и попросил у него прощения. На что этот старец ему говорит, о, сынок, конечно же я прощаю тебя. Хотел бы обратить внимание на один факт, уважаемые братья и сестры. Если бы этот юноша не успел бы попросить прощения, и этот старик, он покинул бы этот мир, этот старец покинул бы этот мир, то он непременно воспользовался бы этой ситуацией, и когда на том свете ему не хватало бы хороших деяний, он непременно потребовал бы у Всевышнего Аллаха, чтобы этот юноша отдал ему часть из своих благих дел. Поэтому нам с вами обязательно нужно стараться контролировать себя, а если же не получилось, то попросить прощения у того, за спиной которого мы говорили. И если войти в положение того юноши, который нашел в себе силы, он поборол свой навс, свое эго, подошел и попросил прощения у этого старца, то, конечно же, бывает не по себе. Каждый, если себя поставить на его место, очень не по себе бывает для нашего навса признать свою ошибку, прийти и все в деталях рассказать и так далее, это очень сильный удар по нашему навсу, по эго. И обязательно каждый из нас должен нанести этот удар своему навсу, если мы позволяем себе говорить за спиной наших братьев и сестер. Обязательно мы должны в этом случае усмирить свой навс. В одном из хадисов посланника Аллаха, который передается от Абу Дарда, говорится следующее. Посланник Аллаха сказал, Тот, кто сохранит, защитит честь своего брата, Всевышний Аллах сохранит его от огня ада в день суда. Обратите внимание, мы с вами живем на этом свете и стараемся максимально сохранять себя от каких-либо болезней, от каких-либо несчастий. Когда мы болеем, стараемся не выходить в общественные места. Когда человек другой, кто-либо болеет, мы стараемся к нему не подходить, чтобы не заразиться. То есть, сохраняем себя от этих болезней. Вы обратите внимание, Всевышний Аллах гарантирует нам самое лучшее сохранение, то есть, сохранение от огня ада. Что может быть величественнее и лучше этого сохранения? В каком случае Аллах гарантирует нам это, дорогие друзья? Если мы будем защищать честь своего брата. То есть, в предыдущем примере, те ребята, которые заступились за того старца, они попросили его попросить прощения, и он внемлет их словам, он пошел так и сделал. То есть, эти люди, его братья, окружающие, они принесли пользу в первую очередь и самому этому юноше, и во вторую очередь самим себе. Потому что Всевышний Аллах есть надежда, что он сохранит их от огня ада, иншаллах. Есть еще очередной хадис посланника Аллаха, алейхи сурату вассалям, смысл которого является следующим. Остерегайтесь хулы, говорит посланник Аллаха, алейхи сурату вассалям. Остерегайтесь гибата хулы. Воистину, она хуже прелюбодеяния. Потому что человек, совершивший прелюбодеяние, его этот грех остается между ним и между Всевышним Аллахом. И поэтому Всевышний может простить ему этот грех, если он искренне раскается, покается перед Всевышним Аллахом. А тот человек, который совершил хулу, сделал гибат, сказал что-либо плохое за спиной своего брата по вере, то Всевышний Аллах не простит его до тех пор, пока не простит его тот человек, за спиной которого он это сказал. Обязательно нужно подойти, попросить прощения. Даже если человек не прощает, нужно его умолять, чтобы он простил. Почему? Потому что в его руках прощение Всевышнего Аллаха. Если он простит, соответственно и Всевышний Аллах может простить. Поэтому на это тоже хотелось бы обратить большое внимание. Очень много примеров есть, которые приводятся в книгах, алимы приводят в книгах примеры сравнения именно гибата. И читая их, тело прям в дрожь бросает. Один из таких примеров, один из ученых говорит в своей книге, тот человек, который возводит хулу на своего брата, то есть говорит за его спиной, он подобен тому, кто установил катапульту. И посредством этой катапульты он разбрасывает все свои благие деяния на запад и на восток. Обратите внимание на это изречение, уважаемые братья. Мы же все имеем представление о катапульте. Как она работает и для чего она. С какой скоростью она швыряет эти камни. Какую массу она может поднять. То есть с этим сравнивается грех гибата. То есть если за спиной человека что-либо сказать, с такой же скоростью и с такими же массами человеку приходится разбрасываться в день суда своими благими деяниями в сторону тех, за спиной которого он говорил. И вы представьте себе, если человек в среднем живет на этом свете 50, 60, 70 лет по-разному. Он делал намаз, совершал богослужения, выплачивал за кат, совершил хадж и так далее. Плюс к этому он был из тех, кому свыщенно Аллах дал халал риск. Он делал садака, милостину в мечети, в мечети строил, мадраса строил, мосты и так далее. У него огромная масса благих дел. И достаточно было сказать за спиной человека что-либо плохое, как только это все, все, что вот это он совершил, весь благой багаж, который у него был, приходится отдавать его тому человеку, за спиной которого он сказал. Насколько человек может остаться банкротом в день суда из-за того, что он не усмирил свой навс и позволил себе говорить плохо о мусульманах. На самом деле, как мы поняли, такая проблема есть и какие наказания следуют за хибат и сравнение мы поняли. Но сейчас начало скажем о последствиях хибата. На самом деле, последствий хибата очень много. Их, если перечислять, и несколько часов тоже не хватит. Некоторые из них самые важные, мы затронем, самое минимальное, что может произойти, это обида. Человек может обидеться, человек может, узнав, что за его спиной говорили плохо, он может поссориться с тем человеком. И это как минимум. Мы же знаем, обижать мусульманина тоже большой грех. Если человек обидится, если его не по праву обидели, то нужно опасаться его мольбы. Так как если мусульманин притеснил и обидел своего брата, то дуа притесненного принимается. Об этом говорит сам Басанник Аллаху. Один пример вспомнил, как один человек решил обидеть своего брата по вере, когда он увидел его сдалека, он ему говорит, когда я увидел тебя сдалека, я подумал, что ты женщина. На что тот человек ему отвечает, когда я увидел тебя сдалека, я подумал, ты мужчина. То есть обратите внимание, без каких-либо оснований, первый из них решил обидеть своего брата по вере и получил по праву достойный ответ. Но если тот человек, кто обидится, сделает дуа, и тем самым Всевышний Аллах примет эту дуа, и очень тяжело придется этому притеснителю. Это самое минимальное, что может произойти, дотронуться до сердца муэмина и обидеть его, возможно. Самое максимальное, я думаю, каждый из вас встречали в своей жизни, может быть, до драки дойдет, до убийства тоже, возможно, дойдет. Если человек узнает, что о нем говорили плохо, он может выяснить отношения, то есть может человек погибнуть и так далее. То есть такая фитна и такая рознь будет разжигаться в этом обществе, в этом джамаате, там, где говорят за спиной людей. И причины гибата, конечно же, они очень, их много, причины гибата, и одни из самых таких распространенных, авторитетных причин, это, возможно, люди до сих пор не знают о том, что это запрещено. Ислам запрещает говорить плохо о людях, тем более в их отсутствии, что у Иссанника Аллаха есть масса хадисов, где он говорит о запрете холы гибата. Возможно, человек из-за незнания это делает. И, во-вторых, на мой взгляд, причиной может быть это подчинение своему навсу. Когда человек собрался в кругу друзей, в кругу своего общества и поднимает некоторые смешные случаи, которые связаны с человеком, который отсутствует, его нету в этом кругу вместе с ними. То есть он поднимает этот разговор для забавы, чтобы поиздеваться над ним, посмеяться, тем самым видеть или настроение окружающим поднять. Это самое, что ни на есть, это гибат. Это хула, и это очень сильно наказуемо Всевышним Аллахом. И третья причина того, что на сегодняшний день гибат имеет место быть среди нас, среди братьев, это очень большое, большое, то есть куча свободного времени. У человека очень много свободного времени, если он не работает, халал-ризген, не зарабатывает, не обеспечивает своих детей, свою семью, своих родителей. Человек не занимается спортом, в спортзале не бывает. Все это свободное время он проводит в кругу друзей, обсуждает кого-то и так далее. Самосовершенствованием человек не занимается, хайлму не приобретает, за знаниями не идет. Хотя посланник Аллаха алейхи сурату ассалям есть очень много хадисов, даже в одном из них говорится, что если даже знания будут находиться в Китае, то пешком в Китай тоже нужно будет пойти смысл этого хадиса. Несмотря на все это, человек не тратит свое свободное время на халалные дела, богоугодные дела, он тратит это на обсуждение людей. Соответственно, у него бывает очень много времени находиться где-то на дорогах, где-то на гадикане, в кафе, собираются и обсуждают людей. Я думаю, на мой взгляд, самая весомая причина это куча свободного времени. Вы просто представьте, если человек утром ни свет, ни заря выходит на работу, уставший, вечером приходит и самая главная его цель это как бы добраться до своей комнаты, до своей кровати и поспать до утра восстановиться, разве будет желание у такого человека говорить что-либо за спиной у людей? У него просто-напросто на это времени нет и он занят бывает совсем другими делами. Поэтому нам тоже необходимо стараться занять себя чем-то полезным, чтобы на греховные дела, чтобы у нас времени не оставалось. Говоря о молодежи, которые тратят свое время, тоже хотелось бы сказать пару слов. Есть хадис посланника Аллаха где он говорит своим сподвижникам вы старайтесь не находиться на дорогах, то есть в тех местах, где много людей проходят общественные места. На что ему сподвижники отвечают о посланник Аллаха нам иногда бывает порой необходимо собираться у дороги, мы встречаемся с людьми, мы общаемся, узнаем о состоянии наших братьев. Такая цель у нас бывает. На что посланник Аллаха отвечает если у вас есть необходимость находиться в таких местах, то вы отдайте должное этой дороге. То есть вы отдайте хак этой дороге. Когда сподвижники удивленные спросили посланника Аллаха что же является хаком перед дорогой о посланник Аллаха. На что посланник Аллаха отвечает. Первое это притупление взора. Второе убрать что-либо плохое из дороги, которое может навредить мусульманам. В наше время это возможно стеклянная бутылка, которая может повредить колеса машины и так далее. Варадду люди приветствуют тех, кто стоят у дороги, нужно обязательно отвечать на их приветствие. Четвертое повелевать благою людям и остерегать от всего запретного. Вы обратите внимание с чего начал посланник Аллаха говорит притупление взора. Если на сегодняшний день человек, который оказался по определенным обстоятельствам на дороге, увидел, что проходит женщина, девушка и притупляет свой взор, не провожает ее глазами, то такой человек не будет способен на то, чтобы плохо отзываться за спиной братьев и сестер. Не говоря уже о тех, которые могут себе позволить провести ее глазами, полностью сделать рентген, обследовать. И этот человек, он, конечно же, будет способен еще после того, как она пройдет, что-то сказать за ее спиной или же это в разные другие случаи за спиной братьев, если такой пример провести, за спиной братьев тоже может с легкостью что-либо сказать. Поэтому посланник Аллах нас с вами призывал для того, чтобы мы везде, где бы ни находились, правильно вели себя, чтобы мы правильный образ жизни избрали, чтобы мы сами себя контролировали на потеху своего навса, чтобы мы братьев и сестер не обсуждали. На это хотел бы обратить ваше внимание. И следующее, то, что именно проводится работа насчет гибата, чтобы люди стали помягче относиться к своим братьям, не говорили за спиной и так далее. Хотел бы сделать небольшое напоминание. Эта работа не является именно работой богословов, имамов, алимов и так далее. На мой взгляд, это та работа, которой должны заниматься все мумины, все верующие люди. Поскольку посланник Аллаху оставил нам множество примеров, где он описывает это сравнивает даже с зина, даже с прелюбодеянием. И от этого должны остерегаться все вместе. Одного или двух людей работой это не должно быть. Поэтому мы с вами должны, уважаемые братья и сестры, совершенствовать, стараться совершенствовать свой иман. Так как в хадисе тоже посланник Аллаха говорится Не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока не пожелает своему брату то, что желает самому себе. Если посмотреть в толковании этого аята объясняется как не будет полноценным вера у того человека, кто не пожелает своему брату то, что желает себе. Если это использовать именно к теме нашей сегодняшней теме к хайбату если использовать этот хадис никто из людей не хочет чтобы за его спиной плохо говорили. Если кто-то узнает что определенная группа людей за его спиной плохо говорят ему же от этого приятно не станет правильно. Поэтому нужно раз себе неприятно становится если мы попали в такую аудиторию где плохо говорят за спиной определенного человека мы обязательно это должны исправлять. Мы бы хотели чтобы если за определенным человеком плохо отзываются в определенном кругу чтобы один из тех кто там присутствует сделал замечание о брат ты совершаешь ошибку ты совершаешь гибат рассказать ему определение которое дал посланник Аллаху этому гибату и быть может он внемлет нашим словам и перестанет делать гибат возводить хулу и попросит у него прощения то есть раз мы не хотим чтобы за нас плохо говорили в первую очередь мы и сами не должны плохо говорить за спиной своих братьев и вторую очередь если кто-то плохо говорит то мы обязательно должны это остановить вспоминается хадис посланник Аллах где он говорит если вы смысл этого хадиса если вы видите что перед вами происходит что-либо не соответствующее шариату то есть что-то неправильное если происходит вы обязательно должны в этом вмешаться либо делом рукой вмешаться если делом не получается то хотя бы языком вмешаться словом доброе слово сказать напомнить сделать напоминание если даже сделать напоминание не получается то хотя бы сердцем человек не должен соглашаться с тем что происходит вокруг него в данном случае если мы наблюдаем как определенный человек делает рибат плохо говорит о людях и так далее то здесь выбрать позицию я недоволен этим сердцем и ни слова не сказать это будет самообман в этом случае как раз таки можно было сказать языком направить его на правильный путь и чтобы он извинился перед тем человеком тем самым мы его благие деяния постараемся сохранить в ахирате чтобы ему не пришлось их разбрасывать как в том примере было с катапультой пусть Всевышний Аллах поможет нам в соблюдении всего того что было сказано пусть Всевышний Аллах даст нам такое сердце которое могло бы принять наставление вааза тех людей которые делают нам его пусть Всевышний Аллах не сделает нас из числа тех кому пришлось бы раздавать свои благие деяния из-за того что на этом свете говорили плохо за спинами наших братьев и сестер ваалхамду лиллах раббил аламин ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракат до сих пор лиллах и кам не лиллу Продолжение следует...